так друзья ну-ка сторож дай дорогу разлегся тут это я иду показать персики сорвалось две съемки одна 20 минут говорил потом оказалось что пусто 2 только две первые минуты я вам их показал эти две первые минуты и то получилось довольно приличный короткая фильм сейчас я смотрю два фильма снял а по прививкам и ножах сосед принес нож и сказал про слово применил протестируй я протестировал на его голову вывод годится режет хлеб кто видел тот видел сосед расстроена ушел он сэкономил тысячи чем-то рублей думал что сэкономил потому что сыроватка нож самодельный я его называю супер нож с моей помощью продает по 3 500 и так вот это небольшая деляна фильм о ней пропал это с ужасом смотрю не остановится ли съемка вот уже второй минуты идет значит в основном речь о персиках но посмотрите сюда что это такое слива стартовая не плоды до 100 грамм а почему она вся искалечена потому что дети кушать хотят и больные взрослые все кому я помогаю черенок 200 рублей плоды до 100 грамм вот венгерка это венгерка моя любимая вот называется сорочинская но уже догадались помним гоголя сорочинскую ярмарку а может и не гоголя вот может шевченко но фактор что сорочинская закрепилась памятью все это украина все почему она в сибири тут у меня как это так кто позволил каждый год до 40 раз несколько лет за 40 не ну не 50 как некоторых местах но хватает а почему она а вот внимание друзья что я выбрал самое верхнее место склон видите видите холмы видите посадка на холмы видите значит основание штамба не гниет не портится не портится вот ветра нет это же тепловая подушка с четырех сторон смотрите четырех сторон тепловая подушка так вот не только роскошная венгерка сорочинская вот не знаю какой области находится сорочинская ярмарка помните эту классику вот ну догадались украина вот а это дальний восток хасанский персик и тоже жив курилка смотрите я с него это ветки в этом году не брал боялся почему видите ни одной ветки не отрезана не тут не на втором ни одной не отрезана и на третье персики не вот этот вот это абрикос а вон он третий вот он вот с красными веточками вот ни одной не отрезана ой как они боятся обрезки а спор идет ой какой спор идет только это я стал центре этого спора почему с одной стороны существует мнение что персики надо резать 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 причем вывод такой не будете резать персик он умрет это в головах уже у миллионов людей и не даю а варикосе да как то а вот да что то а я говорю не режьте это и дело в том что они настолько нежные ну да поймите их режут на юге украины да четыре области украины это одесская 3 николаевская херсонская и плюс крым Это и есть родина, не родина, а места, где персики могут жить без укрытия и даже приносить пользу И вдруг персик-касатский переезжает в Сумскую область, в Харьковскую область А это уже, извините, далеко не юг И там какие... А мои друзья, украинские садоводы, они уже до того обнаглели, уже килограммами продают не плоды И у нас плоды-то редкость уже, косточки, вот до чего дошло Посмотрели, теперь переходим в север, есть север, да, тепловая подушка Да, вот такие редкие овечи растут, необыкновенные О, какие редкие овечи Ну, правда, увечу, 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 увечу Это поздний Филиппева Вот Но жить-то хочется И увечу, и увечу Ах, ладно, о грустном не будем Еще такой момент, я все по-быстрому, галопом Значит, вот это вот были привиты, не привиты, а посажены косточками Академики Результат Часть буквально стала Ну, у них же, это, есть второй родитель Скорее всего, дикари И вот он, академик Смотрите Явно манжель, а плоды-то были 100-граммовые Вот, но тут же рядом дикарь, и тут же рядом культурный Вот уже видите разницу Посмотрите внимательно Культурный Ну, и листья у него в три раза больше У этого мельчайшие листья А у этого культурные листья У этого мельчайшие А у того вот этого культурные листья Вот, часть я уже раздал Продавать я их сейчас снялся Вот, часть раздал И оставил себе До плодоношения Почему? Я собираю статистику Это север Чем южнее, тем с той же кости Лучше получаются плоды Это один из моих выявленных законов природы Чем южнее, тем крупнее будут плоды И вдруг бах, королевский Тут было 20 посажено Штук 12 пошло в рост Здесь было посажено 20 королевских Вылез один Ну, правда, тут врать не буду Я схалтурил Я не собирался их садить Опять же, тут была грядочка как бы бахчевая Вот Ну, я что, в конце концов Овощевод, что ли? Нет Я сказал, все Забираю грядку А садил поздно А без стратификации Вылез один Ну, посмотрите, какой он культурный Я думаю, господи Когда жить до плодоношения Ну-ка, есть цветочные почки? Давайте глянем Не вижу Тут какие-то есть, но не развитые Господи, лишний год-то Жить придется Нет, какой афоризм Лишний год жить придется А вдруг не заплодоносит? Ну, вот эти веточки постарше Может, все-таки зацветет Я хочу убедиться, что из косточки у меня получился прекрасный-прекрасный саженец Такие случаи есть Я собираю данные со всей России Передо мной отчитываются десятки, уже сотни садоводов Из косточек довольно часто получаются плоды Не меньше, чем родители И это здорово Ну и, наконец Еще две минуты прошло Самое главное Итак, персики были укрыты Наверное, я назову этот фильм Примерно так Самое легкое, что можно вырастить в саду Заметьте, легкое Это персики Скажут, да невозможно Они самые нежные, они самые капризные Они вымерзают при минус 30 Южный вымерзает при минус 20 Что-то тут железо А железо взял Решил доказать свое Дело в том, что Есть вопрос только тем, что не надо рисковать Вон у меня Самый взрослый Которому скоро будет 18 лет Пусть 18 Те, которые старше были Я резал-резал на черенки Вот так же, как вот, видите, черешня, да? Смотрите Резал-резал на черенки Тут отрежешь Хорошо вот так вот всего отсохло Тут не надо мусствовать Вот так вот, выше, ниже почки, как нас учат Вообще резать нельзя Но если уже отрезал, жди беды Вот это и есть беда Это черешня, которой тут вообще делать нечего С юга, видите? Тут отрезал Хорошо, повезло еще, что ниже не пошло Все-таки у меня черешни будут Я вас потом угощать буду Но виртуально Вот, слюной подавитесь Извините за выражение Видите? Вот, опять черешня Отрезал А куда деваться? Отрезал И погреб Почему? А вдруг мороз вдруг погибнет? Не погибло Привито на вишню Посмотрите, обгоняет как вишня Видите? Но это уже данность такая Черешня, она по природе своей мощнее Ладно, с этим разобрались Возвращаемся к нашим персикам Итак 3-4 ветки вправо 3-4 ветки влево Расстелил И там воздушная подушка Вот воздушная подушка Вот воздушная подушка Но это я просто поленился Вовремя не наклонил Теперь наклоняться не хочет Это сеянцы, они не привиты Я тогда взял, загнул Вот так вот Как шатер сделал Замотал Ну, все укрытие 3 минуты Я почему говорю Вырастить персик легче Чем абрикос, сливу, вишню и так далее Вот, пожалуйста Садил наклонно Это ветром сдуло Видите? Вот ветром сдуло А почему надо еще держать наклоны? Сейчас объясню Почему я не убрал здесь? Почему я не убрал здесь? Здесь? Вот, воздушная подушка есть? Сверху фактически укрыто не было Снега было несколько сантиметров И даже на укрытие не хватило Ну вот Берем вот такой Вот, кстати, посмотрим Съели отравленное зерно или не съели? Нет, видите? А это была подстраховка Потому что мы же в первую очередь съели бы зерно Значит, он у меня целенький Вот он Но, еще раз Почему закрытый до сих пор? Когда-то я погубил первый в своей жизни персик Вот, так старался, так меня учили Я засыпал его снегом полностью Наклонил, придавил Снегом засыпал сверху телогрейку Сапрел, что-то, бать Тогда я понял так Нужна обязательно Воздушная подушка Ну, где-то она проломилась Ну, не без этого Но, все равно там есть воздушная подушка Даже здесь есть воздушная подушка И даже здесь, и даже здесь И даже здесь Вот И тут у меня еще там, там, там Еще кроме этого Еще есть десяток молодых Однолетних укрытых Главное воздушная подушка Сказать, что там мороз достанется Да нет, конечно Вот Потому что если исключить ветер А ветер исключен То уже не так страшно Зима была относительно теплая Там неделю подсходило к 40 Стояли месяц-два крепкие морозы 20-30 Для персика Хасанского Это то же самое, что в Африке Это, замерзнуть Летом на пляже То же самое Вот я и хотел сказать И последнее Почему до сих пор не снял? А потому что Сейчас, если я уберу Так Он спокойненько-спокойненько В теплые денечки Подчеркиваю Тепловая подушка Даже раньше обычно Он возьмет и начнет Просыпаться И вот почки Проснутся А потом ударит легкий морозец Так вот Страх-то Вот этот легкий морозец Минус 5, минус 10 Страшнее, чем минус 40 Посреди зимы Поняли, да? Значит, пережидаем последние морозы Ну, заморозки уже не так страшны Они страшны только для светочек почек Все-таки Да и от них никуда не денешься Они могут быть Помню 22 апреля Именно День рождения Ленина Почему запомнил 9 мая День Победы Вот Ну, уже тут руками разведешь А что сделаешь? Вот Все равно Все предусмотреть невозможно Поняли, да? Итак Оставляем до Сегодня 19 Вебинар был 18 Сегодня 20 Да, 20 Марта И Еще неделю Парочку Троечку Там посмотрим Главное, чтобы не получилось так Проснулись А потом замерзли Молоденькие Только проснувшиеся почки Вот Ну, дальше диковин у меня хватает Показал вам молодые черешни Видели? Вот Это все Сибирь И это что? Тепловая подушка Вот И Все-таки о персиках речь Все-таки я Два раза пытался Только начинаю снимать Про это Сразу раз Съемка останавливается Итак Самые морозостройки в мире Персик 2016 году Приезжал Владислав Кундасев Он же Агроном Он же Один из главных Ведущих России А ведущий В телеканале Усадьба Он же У него свой телеканал Называется Консультант садовода Он ездит по стране И снимает И наснимал у меня Вот Ну подумаешь Потом Центральный турильник Отказался показать Потому что на моих фирмах Рекламы не сделаешь Я же как говорю Не подходить А им надо так Чтобы подошел Отрезал Дерево заболело И давай Скупать полмагазина Вот это Смысл современного К сожалению Моему огромному Горькая правда Это смысл современных Телеканалов Они живут За счет рекламы Но чтобы рекламировать Надо сперва Искалечить А потом уже лечить А вот А это дерево Мы с ним снимали В 2016 году Есть пару Фильмов С кундасевым Он был гораздо мощнее Это одна из трех веток Осталось Но приросты видели Если такие приросты Вот они Полметровые С цветами Значит Это дерево Здоровое Потому что Я Если отрезал Те две ветки С той стороны Видно Оставил Большие Длинные Сучки Назовем так Пинки Длинные Размеры 20-30 сантиметров А обрезку На кольцо Не делал А если бы делал Этого персика Уже бы не было бы В живых Вот Значит Если в 2016 году Это было мощное Дерево Усеяное персиками В скобках СМ Видео Соответствующее Вот И тогда Вы видите Оно вылезло И на северном ветру Не боится Вы видите Теперь что Вы видите Самый северный В мире Самый морозостойкий Повторяю Мешала машина Самый северный В мире Самый морозостойкий В мире Персик Но Он привит На 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 сливу Китайскую Красно-синую Кстати Вот его мама Ой нет Все показывать Не буду Благодарю за внимание Вот А то длинный фильм Опять будете ругаться Устаем смотреть Ну Теперь посмотрели Вокруг И Вот на этой вот Вывеске Закончим Если здесь Когда Художник это рисовал А диктовал я Железов старший А это питомник Железовладшего Здесь написано Плодовые деревья Мировых стандартов И привозят в Россию Деревья Мировых стандартов С Италии С Испании С Сербии Но подбирают там Мусор Вот Поэтому они у нас Не живут А чтобы свои Впервые в мире Вы видите Когда Северный Питомник Подчеркиваю Шушенский район Краснодарского края Деревня Красный Хутор Вот это адрес Деревня Красный Хутор Вот он адрес Мировых геологов Здесь И отсюда Идут Уже сальницы на юг А те которые С юга идут В Сибирь В среднюю полосу России Вы когда получаете Это мусор Выбрасываете сразу Только время потеряете Ну что До осени Хотя нет Еще есть повод Встретиться не раз Еще поучиться Прививать Еще поучиться Значит Как не надо Лечить То есть Эти деревья В лечении Не нуждаются Вообще Как это Некочувственно Звучит До свидания Друзья Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует